И вновь вернемся на главную высоту России. Весь день сегодня на Мамаевом кургане было многолюдно. Жители и гости региона шли сюда непрерывным потоком, чтобы возложить цветы к монументам мемориального комплекса героям Сталинградской битвы. Мамаев курган – священное место для всех волгоградцев. Каждая пять земли здесь обильно полета кровью наших солдат, ожесточенно сражавшихся с фашистами на высоте 102. А уже после войны здесь были захоронены останки 30 тысяч красноармейцев. Почтить их память в День Победы – особая традиция, которая объединяет всех жителей города-героя. С раннего утра 9 мая людской поток на Мамаевом кургане не ослабевает. Для ветеранов подняться на 200 ступеней – все равно, что оказаться рядом со своими боевыми товарищами, погибавшими не только здесь, но и на фронтах Великой Отечественной, и почтить их память. Бок о бок с фронтовиками в юбилейный 70-й День Победы шествуют и депутаты регионального парламента. Народные избранники признаются, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и память о ней не умрет никогда. Этот праздник всегда был в нашей душе, потому что много погибло людей. И понятно, что для нас эта такая война была священной, праздник, соответственно, священный. Мы очень гордимся, что на протяжении 70 лет он не стагнировал, а все больше и больше набирает обороты. И дух патриотизма сегодня, как никогда, высок. У меня все деды воевали, награждены орденами. И буквально недавно я на новом сайте, который Министерство обороны опубликовало, город, страна героев, я нашел своих дедов, нашел их награды. Мне было настолько приятно видеть это. И я горд тем, что у меня и моя семья тоже приняла в этом активное участие. 70 лет мирного неба на нашей стране. Сегодня я хотел бы от всей души поздравить ветеранов, пожелать им долгого здоровья. И чтобы эта коричневая чума никогда не вернулась на нашу землю. Здесь же, на Мамайон-Кургане, депутаты не упускают возможности пообщаться с ветеранами. Кстати, среди главных наказов фронтовиков – сохранить память о войне и не допускать попыток переписать историю. Прежде всего, мы верим, надеемся о том, что вы не забудете наш подвиг и будете его все время увеличивать. Депутаты областной думы поздравили фронтовиков с праздником и пожелали им долгих лет жизни. Светлана Олегбарова, Мария Иванченко, Василий Кострекин, телекомпания Ахтуба.